доброе времени суток мои дорогие подписчики сегодня у нас суббота перед паской завтра у нас паска поэтому хочу показать вам каждый день последний перед паской как начинается мой день сейчас я на кухне и самое главное что сегодня я буду делать это мне моя главная задача испечь хорошую паску самое главное чтобы она была красивая и вкусная вот ну начинаем с чего боевой раскрас сделан для того чтобы вам понравится чтобы хоть губы мои видно было вот это самое первое это конечно шутки дальше платочек это мой пасхальный платочек дальше вы видите на столе вот у меня это будет баня на которой будет греться тесто и подходить сейчас я вам ее покажу и подготовлено молоко видим на молоко молоко вот там подготовлено молоко я обычно беру литр либо два литра молока подогреваю его вот ну все постепенно как я делаю я вам покажу и как каждая хозяйка любит похвалиться своими своей паской да раньше я работала на работе все время приносила но не только я каждая каждая хозяйка принесет свою паску либо паску своей мамы вот либо бабушки и мы все пробовали говорили вот какая у кого естественно сделана своими руками она всегда самая вкусная магазинная она не такая у меня даже на моей прежней работе была девушка которая говорила я говорит брезгую кушать паску с магазина я говорит не знаю что они туда бросили поэтому когда она приготовлена своими руками она своя и так начинаем вот наш платочек зачем мы одеваем платочек для того чтобы наши волосы никуда не упали мы все везде прекрасно убираем вот и кому как нравится мне нравится завязать платочек так как говорили когда-то у нас как фруси так раз не получается фруси маленькие концы раз и получилось фрусика такая фрусика у нас будет готовлю теплую постельку для пасхи вот такая у меня есть я ее включаю на 40 и она греет прекрасно тесто начинаем подогревать молоко 2 литра беру молока на 2 литра молока у меня идет 150 грамм сахара щепотка соли 100 грамм дрожжей сюда 100 грамм размешиваю все должно быть теплое вот пока она греется пока я его и мешаю размешивая до того момента пока не будет уже комочков и потом добавляю муку муку значит муки я беру на вот этих два литра первоначально где-то с пол килограмма до мука нужно лишь для того чтобы чтобы подошла она на такой постельке наша пасха постояла 30-40 минут зависим это не пасха еще это опара называется оно должно подойти сахар дает дрожжи и мука и это все вместе подходит получается очень много пузырьков вот такая получается прекрасная пара значит она стояла у нас на теплой грелочке 40 градусов вначале я выставила на 50 потом на 40 из полчаса я смотрю по самой опаре она должна в два раза увеличится вот видите прям видно как дышит дышит тесто должно дышать вот оно оно такое все везде теплое и дышащие видите прям прям видно пуль булечки дышит 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 ну и пока наша опара стоит готовится вот мы просеиваем муку значит мука для чего просеивается мука просеивается для того чтобы не было комочков понятно для того чтобы она еще и чистая была и не было комочков и она смешивается с кислородом воздуха она становится более живая потому что все дрожжевое тесто дрожжевое тесто это живой продукт само тесто должно дышать надо она сходит она дышит поэтому когда я готовлю дрожжевое тесто я абсолютно везде закрываю все вы видите я закрываю все сквозняки и я стараюсь как я как видите я стараюсь и разговаривать потише потому что еще когда-то старые люди те которые я раньше не могла понять почему я не могу работать у меня не получается дрожжевое тесто да потому что как бабушка моя говорила это опыт это плюс ко всему тесто любит тишину тесто любит хорошее положительное настроение и тесто любит чистоту и тогда получится у вас прекрасное тесто теперь мы подготовим наши яйца желтки отдельно а белки отдельно вот таким образом я беру и освобождаю желточек от белка желтки желтки отдельно белки отдельно почему именно так желтки дадут прекрасную разбиваю над той мисочкой где у нас белки сюда же отделили сюда же белок ушел а желточек я поймала обратно обратно в эту же скорлупу и бросила сюда я беру я беру на литр молока у меня 10 яиц обычно все сейчас поймаю друзья мы отделили желтки от белков белки мы сейчас отправим в холодильник для того чтобы потом лучше сбить а желтки добавим до нашей паски друзья готова наша опара она стала на живая хорошая такая и дышит главное то что она дышит и теперь мы будем за ней замешивать тесто сюда я еще добавляю 200 грамм сахара я люблю чтобы у нас я люблю паска была сладкой вот то есть ну паска это скажем спорное дело как называть ее или паска или бабка вот когда-то старые люди и моя бабушка называла на вот это сладкое тесто это все называлась бабкой а паска у них было виде кулича так включила вроде бы сахар что дает сахар помогает брожению поэтому сахар добавляю ведь тесто должно еще подойти и не один раз вымешиваю всегда только деревянной ложкой теперь добавляю наши подготовленные яйца на литр молока я беру десяток яиц яйца если яйца будут у вас желтые значит получится более желтый такой вот цвет если же яйца будут от белых курочек будет не настолько желтые значит яйца дадут вот этот желтый цвет мы уже видим какое до становится желтым желтый цвет размешала и добавляю все остальное у нас у нас еще будет так тесто будет подходить а потом уже мы его значит у меня топленое масло я сделала здесь 200 грамм 200 грамм топленого масла тоже добавляю сюда и тоже все это перемешиваю перемешиваю вот еще дальше у меня будет сметана 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 я тоже добавляю сметану не более более вкусным я люблю такую паску чтобы она была сладкая сладкая бабушка когда-то раз как говорила что это бабка не паска сейчас мы назвали паска значит тоже грамм 200 сметаны я добавляю сюда если сахар вот почему я столько добавляю масло сметана это то что делают потом тесто более рыхлым потому что я люблю чтобы паска была сладенькой то есть а если она сладкая ведь сахар всегда садит тесто поэтому я добавляю сметану добавляю масло которое потом его разрыхлит и я добавляю еще и сливки 33 процентов сюда вот такая получается жирненькая у нас масса все это перемешиваю вот и теперь можно можно добавлять муку вымешивать и ставить и ставить тесто отдыхать как говорят отдыхать на отдых или же подходить и вымешиваю добавила муку у меня на вот эти мои два литра молока сейчас у меня три килограмма муки и я его вымешиваю так чтобы потом оставить ему место для того чтобы оно подошло мы его после этого поставим на теплую подушечку когда-то моя бабушка ставила я ставлю на теплую грелочку и оставляю его в покое до того момента пока оно хорошо не взойдет вот такое прекрасное и вкусное тесто получилось мы его сейчас отправляем опять на теплую нашу постельку где оно будет стоять ну минимум полчаса но не я на него смотрю оно должно оно же должно быть живым так поэтому и вымешивала я его руками вот беру вот в такой вот алюминиевой миске побольше потому что здесь хорошо можно его вымесить вначале деревянной ложкой потом руками и теперь вот такой вот консистенции у нас получилось тесто видите оно уже вкусное но у него еще нет изюма и нету и поэтому это еще не готовое тесто вот таким образом подготовленное тесто тесто мы опять отправили отдыхать на тепленькую постельку вот такая вот у нас постель друзья ну и пока наше тесто отдыхает на теплой подушечке мы подготовим форму я обычно формы хорошо промываю а потом просушиваю я их не вытираю и просушиваю в духовке как видите формы у меня разные значит очень люблю вот эти тефлоновые формы с замком хорошо у них подходит формочка есть такая как для кекса и формочка есть чукунная и еще подготовила одну формочку тоже с тефлоновым покрытием вот такой вот здесь получится такой как большой как кулич вот а также я подготовила чем мы потом будем смазывать формы формочки у нас будут сухие для этого нам понадобится растительное масло вот оно у меня в кружечке мы хорошо смажем формочку и затем я обычно формочку посыпаю манкой манной крупой ну для уверенности чтобы оно хорошо все таки оттуда вышла наша пасочка уже не пригорела ну и подготовила пока стоит тесто думает и подходит подготовила изюм нам потом надо будет мы будем вымешивать и когда мы уже будем ставить в саму желточек который мы будем смазывать сверху в саму пасочку хочу рассказать вам почему не нравятся эти формы мне очень нравятся эти формы прежде всего потому что у них здесь сделан паз видите есть паз а в крышечке тоже в крышечке есть тоже такой паз в паз вставляется и открываем замочек дальше поставили таким образом куда у нас даже не будет и защелкнули раз и зашел паз в паз вот маслом растительным смазали и не течет через вот эти отверстия вообще прекрасная форма мне нравится и плюс ко всему она теклоновая друзья тесто наше уже подошло вот поэтому мы подготовим стол и будем его вымешивать сейчас я вам покажу какое у нас красивое тесто получилось и как я вам говорила тесто не любит сквозняков когда его несете очень все должно быть спокойно и тихо оно нигде не должно не стучать все должно быть должно быть очень-очень тихо и спокойно так берем наше тесто и пока я готовлю тесто я хочу вам рассказать и о тех подготовленных подготовленных наших формочках в зависимости от того какая формочка какой толщины разная будет и пасха прежде всего зачем мы его вот если рассказать зачем тесто сейчас хочу сказать тесто очень теплое оно теплое оно прям живое одним словом растительное масло образует корочку при высокой температуре и таким образом на этой корочке потом будет печься наша бабочка ну а мангу почему-то догадаем значит подготовленный у меня килограмм килограмм изюма и мы его начинаем размешивать изюм перемешиваем таким образом берем и поднимаем тесто теперь надо вымесить чем больше тесто у вас будет тем тяжелее с ним работать меньше теста с ним легче тесто надо вымешивать до тех пор пока мы еще еще не все мы сейчас добавим мы добавим то что мы приготовили сахар ванильный ванильный сахар вымешиваем я всегда с тестом работаю тихонечко потом оно еще у нас будет мы его сейчас вымесим и положим и положим дальше отдыхать уже в формочках уже в его формочках подготовленных и чистеньких формочках и там я предпоследний этап нашего нашего теста перед тем как он пойдет у нас уже непосредственно в свою формочку мы должны его прекрасно вымесить exactement вот когда вы его не умешиваете вы слушаете что он разговаривает точно так же когда мы едем за рулем мы слушаем двигатель абсолютно то же самое здесь значит тесто оно оно прямо как говорит слышите вот оно должно быть такое ну как грудное такое в хитлет в русской es такой-то или ну вот именно вот имеет есть, можно там как тело прямо поэтому почему говорят que тесто, если ты с ним его хорошенечко вымесишь, значит это все мы подготовили, и потом каждый будем вымешивать так намного легче. И тогда, и потом я беру уже подготовленную формочку и опять поставлю его и поставлю его куда? Да, да, да. Поставка его опять отдыхать. Вот беру нашу формочку, я вам покажу вот так вот, да, видимо. И ложим. Ложим так, чтобы у нас на треть, на треть только было. И пошел отдыхать дальше на свою подушку пока не подойдет. Так, подошли. Подошли наши прекрасные пасочки. Мы их смазываем смазываем желтком и отправляем дальше в печку, которая разогрета сейчас у нас до 200 градусов, но когда мы тока поставим, буквально через 5 минут мы уменьшаем температуру на 180 и еще через минут 10 где-то на 160. Это точно так же, когда-то выпекали наши бабушки в печи. То есть, когда мы выпекаем, температура должна быть равномерно. Не должно снизу много гореть, а сверху быть холодно. Вот. И все прекрасно помазали и отправляем их в духовочку. Все пошло в духовочку и мы достали наконец-то нашу нашу прекрасную пасочку. Теперь открываем. Открываем. Мы дадим ей немножко постоять. Пока пока пекутся другие, мы приготовим нашу глазурь. Мы берем, достали с холодильника наши белки и берем сюда буквально так, чтобы попало грамм 100 белков сюда и будем взбивать его миксером. Взбиваем миксером. 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 до плотной пены и потом добавляем сахарную пудру на 100 грамм грамм 200 сахарной пудры и точно также опять взбиваем вот такая получилась у нас глазурь и мы теперь обильно поливаем глазурью она будет такая главное что очень вкусная детки ее любят я помню в детстве только вот это вот и обрезала она сейчас ровно у нас когда вы ее много польете она прекрасно ровно так вот ляжет и все ямки если у вас и получились какие-то изъяны но это же своя потому что где-то кто-то хлопнул дверью где-то ты куда-то побежал поэтому своя она будет но зато она очень вкусная потому что своя потому что она тебе очень близко потому что это делал ее ты вот тебе и наш прекрасный кулич такой нет паска и конечно финальный штрих это мы берем и посыпаем посыпаем я беру вот такие вот разноцветный сахар который посыпаю им еще можно и добавить вот такого это тоже сахар разноцветный вот какой получается кулич такая прекрасная паска всех вас друзья мои всех вас наступающей паской желаю всем вам счастья здоровья всего самого наилучшего друзья подписывайтесь на мой канал заходите ко мне в гости пишешь пишите комментарии всем вам пока пока до новых встреч и вот такой у нас получился кулич раз симпатичный и под друзья настоящий финальный аккорд все получилось все все нормально подошло все нормально испеклось вот какие красавицы наверно больше всего мне нравятся вот эти красотульки детские детвора обожают вот такие вот пасочки я помню я в детстве любила но понятно от размера от формы они будут и на вкус разные несмотря на то что тесто у нас было одно но всех с праздником но зато все очень вкусно с праздником вас дорогие мои друзья подписывайтесь на мой канал будем дружить пока пока всего вам наилучшего